Главное спортивное событие дня. Самый крупный забег в России, московский марафон, собрал около 30 тысяч участников. Погода, похоже, никого не испугала, несмотря на дождь, ветер и уже по-настоящему осеннюю прохладу. Проверить свои силы пришли и профессионалы, и любители. Дистанция на выбор 42 или 10 километров. Сейчас на прямой связи со студии выходит наш корреспондент Дарья Дружина. Дарья, что рассказывают люди? Легко бежал? Екатерина, сильный дождь прекратился буквально пару минут назад, но настоящих марафонцев ничего не остановит. Больше 30 тысяч человек сегодня вышли на старт московского марафона. Среди них любители и, конечно же, профессионалы. Они начали движение от Лужников по набережным, через самые красивые улицы Москвы. Для этого столицы перекрыли даже несколько улиц. Они пробегут мимо Москвы-Сити, стен Кремля, Белого дома. И, как говорят сами спортсмены, это настоящая экскурсия на бегу. Я люблю этот как раз марафон за счет того, что ты смотришь в Москву. И всем всегда, кто говорит, я хочу приедать в марафон, я говорю, беги на московский, потому что ты реально увидишь всю Москву, увидишь всю красоту, и это очень классно. Это мой первый марафон в Москве, но при этом 20-й марафон в жизни. Бегал в Валенсии, в Нью-Йорке. Здесь очень здорово. Погода не поднято? Конечно нет. Это же спорт, он всегда помогает, объединяет, дает силы. Можете сказать, сколько готовились к марафону? Не готовился, к сожалению. В этом году не получилось. Так бегал по утрам на работу за девчонками. Сейчас основная масса марафонцев бежит по Тверской улице в сторону Большого театра, где мы и находимся. Это примерно 32-й километр маршрута. Как говорят сами спортсмены, после 30-го километра перед ними как будто вырастает стена. Тело перестает тебя слушаться. Это самый сложный участок трассы. Большого заставить себя бежать. Вот. А поэтому мы вот подзаряжаемся и бежим, бежим, бежим. Среди участников и люди с ограничениями по здоровью. Они передвигаются на специальных колясках и хендбайках. Но есть и те, для кого результат не важен, а важно удивить своим прикидами. Я супергерой, поэтому решил просто пробежать эту дистанцию. Среднейшие спортсмены уже финишировали, ведь для них же результат очень важен. Московский марафон – это крупнейший марафон, который входит в число квалификационных забегов в чемпионату мира в 2020 году. Наряду с такими крупными, как проводятся в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне. Но финишировал первым Степан Киселев. Его время – 2 часа 15 минут и 22 секунды. Скоро уже остальные спортсмены добегут. Им осталось всего лишь 10 километров. Будем надеяться, что погода не помешает им добежать до финиша, и они не сойдут с этого финального уже забега. Екатерина. Спасибо, Дарья. Действительно, самые сильнейшие сегодня принимают участие. Дарья Дружина. О том, как проходит московский марафон. В связи с масштабным забегом в Москве ряд улиц закрыт для проезда до 17 часов. Ограничено движение по Кремлевской, Москворецкой, Смоленской и другим центральным набережным. Перекрыты участки Садового и Бульварного кольца. И некоторые улицы рядом со стадионом Лужники. Подробная информация на сайте mos.ru.